Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и по многочисленным просьбам в обзоре дополнения Endless Legend Tempest я решил показать вам полную игру за новую фракцию Маргоры. Сразу предупрежу новичков, Endless Legend всё-таки такая оригинальная игра, и вам будет многое тут непонятно, а я во время игры не всё точно буду объяснять, поэтому отправляю вас к моим гайдам по Endless Legend. Посмотрите их, если вам в течение партии становится что-то непонятно. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо просто сделайте поиск по каналу. Ну и традиционно прошу вас воздержаться от бессодержательных спойлеров и не оскорблять участников партии. На этом всё, приятного вам просмотра. Ну, давайте. Так, всем привет. Решил тут такой небольшой... Здесь первого раза прям получится. ФФА сериальчик записать. За Маргоров играю. Вот, за новую нацию из последнего дополнения. Ведь у нас тут и Аллаи есть, и... Я не знаю, ведь у нас Забытые тоже есть, да? Да. То есть тут все нации со всех дополнений. Кроме Некрофагов. И Культистов. Некрофаги не из дополнений. Ну, всё равно жалко. Да не, нормально. Тебе надо просто отвыкать уже. Ты видишь, ты заточен на одно. И всё. И просто... Сейчас у тебя вот загрузятся эти... За кого там Мизери играешь, да? Ты вообще игру не узнаешь. Думаешь, блин, что за фигня такая? И ливнешь на пятом ходу. Что это? Что? Ну, где моя любимая дота, типа, вот такая? Фу, не Некрофаги я ливаю, да? О, прикольно. Тут пишется, что я сейчас получаю данные от ведущего игры. Так как у меня нету дополнения Ледяные Клыки, то я их получаю сейчас. Я получаю абсолютно все дополнения. Молодец. Я надеюсь, вы их сейчас не скачиваете? Нет, 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 конечно же нет. Нет, они получают дополнения, типа, так как у них нету. Хотя, с другой стороны, это же всё установлено у людей. Я не знаю, какие там данные получаются. Всего, скорее, там просто, ну, там, типа на 5 метров какой-нибудь. Да, ну... Пламп старт. Отлично. Понятия не берет. Но мне нравится, у меня 35 аномалий на одной клетке. Прикольно, я сразу эти крепости вижу у себя тут. С фаморами. Ой. Что ты так вздыхаешь? Я не знаю, что делать просто. Ну, в смысле, я сто лет не играл, и я не понимаю, что я здесь делаю. У меня очень хороший стат, я так не... Ну, давно вообще не начинал. Прям, прям какой-то слишком хороший стат. Да, я в лесу, в речках, аномалии на 10 частях. У меня две аномалии и два древа жизни на соседних клетках. В лесу. Давайте, кто более круто выдумает своё место? А у меня не очень. Я так понял, мы в это играем, да? Почему бы и нет? Ну, драконово древо и что это вообще? Попал. Терпимо. Сейчас я не могу, значит, ставить город. Блин, как я соскучился по этой игре, вот не представляете просто. А вот, кстати, драконово дерево. А зря, что вы не представляете, вы меня обидержаете просто. А ты где, на твит-часть примешь? Да, конечно. Надо зайти, посмотри, как. Ну, вообще, это цель этой игры, мы тут заранее договаривали, что... Чего, Леш? Цель этой игры, да, мы тут заранее договорились, что... Играем так, чтобы стратег в течение игры перестал быть весёлым, а стал обиженным стратегом. Ты прерываешься. Да-да-да, немножко. Ай, да ну вас, короче. Вот и разговаривай с вами. Здесь у... Нет, ты забытый, что ли? У забытых действительно два древа жизни. Жаско сказать. Просто там река внизу, сплошные леса с джунглями. Ну вот, видишь, как хорошо. Да, это значит, что забытые будут мирно сидеть. Никого не трогается. Надеется на взаимное отношение, тёплые. И подворовывается, да? Мимоходом. Пост послушников. Блин, такая игра, вот. Я просто восторгаюсь этими амплитудами. Они сделали, наверное, лучшую стратегию, которую за всю жизнь поведел. Аргумент. Аргументировать будешь? Зачем? Аргументировать? Ну, как тебе сказать? Ну, вот я так сказал. Ну, как сказать? Я считаю, это самый железный аргумент. Ну, Аллаш. Почему? Потому что. Ну, да. Тут не пошло. Докажи обратное, да? Ну, нет. Мне тут недавно я в спор, в дискуссию вступил с одним родственником. И, значит, родственник так логично. Стратег, извиня, я тебя перебью. А чем тебе слово спор не понравилось? Почему ты заменил на слово дискуссия? Чтобы выглядеть умнее в глазах окружающих меня. Зрителей, которых сейчас населитуется, ноль. Не, ну хорошо. Ты хотя бы для нас семерых людей, которые тебя слушают, все-таки, да. Нет, для вас нет. А, для нас нет. Ладно. Ну, так и что? Ты вступил в дискуссию со своим оппонентом. Да. Родственником. Да. И вот, значит, так было, что... Значит, ну, почему так? Потому что я так думаю. А почему ты так думаешь? Потому что я так чувствую. Вот. И... Все? Да. Как говорится, все обоснуешь, другим не оставишь. Так что, правильно. Ну, что там, входит? Может, объясните, что такое пост послушников? Подслушивание. Вообще, что происходит? Пост подслушивание? Ладно, похрен на все это. Какой сейчас? Это название. Никакой смысловой нагрузки не несет. Это название... Базы военно-морской. Клетки с океаном находятся, где это... На самом деле, это что-то типа... Чиферный старт у тебя. Кстати, кстати, Лёш. Можешь... Вот ты можешь, типа, сделать в себя... Вот я сегодня как раз видел, смотрел. Там, говорил, типа, вы там, если творчество, там, или что-то такое. Ну, у нас не творчество. Мы, короче, в мафию все пытаемся поиграть. Но у нас людей не собирается. Ты можешь порекламить в себя? Типа, вот. Если вы хотите поиграть, то ли в мафию, вот обращайтесь туда. Ну, напиши... Напиши мне новость в эту... В паблик ВКонтакте. Я просто одобрю и... Просто делать ради этого видео... Ну, ты понимаешь, это слишком... Как-то сказать... Очень... Очень конкретная такая штука. Только для Тулы. Так, пойдем плавать. Мне надо найти... Что-нибудь на берегу. Еще места для городов. На берегу этим я туда поплыву. Так. Надо поставить исследование. Теперь литейный цех. Площадь языков мира. Я опять забыл эту демографию отключить. Библиотеки. Эх ты. Еда. Просто предупреждаю, что можно смотреть по шпиону. Еще раз. А, блядь. Ну, не ругайся, блин. Ну, я не могу надавать. Ты угробил свое впечатление хорошее после использования слова дискутировать. Ну. Кошмар. Я сейчас надбыл. Нет, то есть, блин, ну... Слушайте, может реально рестарт с шпионажем и все такое? Так, шпионаж тут и так есть. Не, я имею в виду, ну, то есть статистику-то видно. Так что совсем грустно. Ну, как видно? Во-первых, видно только тех, кого ты встретил. Начнем с этого. То есть я, например, не вижу сейчас. Я боюсь представить, что у тебя за место. Вот у меня, типа, два древа жизни. А у тебя еды все равно больше, чем у меня. При том, что я в лесу появился. Ну, в общем, да, еды нехил. Вот так у меня, скажу честно. Так, я не пойму, а тут... Это просто, правда, четыре. Слушай, а у нас стратег, ты что, прям рядом со мной, что ли, находишься? А где ты? Кто ты вообще? Ну, ты вот синий, я вижу границы синего. Они же тебя красные, я правильно понимаю? Нет. Странно. Так, что-то я не пойму, как... Надо на стройки глянуть. У меня столица между Демониксом и Лаворком. Мы соседи, втроем. А, да. Как бы я видел. Обалдеть, странно. То есть вы там зеленый с красным и розовым, вы как бы вот с такую гряду образуете. Совместную. Вам надо торговать ситуацию. Что-то мы тут рядом вообще. Так, а Лавор кем играет вообще? Маги. Пипец. Ну да. Там какой-то коктейльчик собрался. Короче, самый-самый отдаленный, это Забытый. Там у меня, наверное, от региона 3 до следующего игрока. Мне кажется, все-таки стоит сделать рестарт. Кстати, этих магов порезали немножко. Их цена заклинаний стала дороже. Да, оглушение. А за мне ты едешь. Для того, чтобы найти кого-то и посадить шпиона, я не знаю, ну сколько времени надо понадобиться. Неплохие места. Так, рассинхрон нарисован у нас. Да. Ну как бы все заходили, рестарт был. Пока все нормально. Так, мы же вроде уходы же. Да, все хорошо. О, мужик, даже у кого-то битва идет. Была. Была битва. Хорошо, что была. Что йотусы дают, не помните? Йотусы. Какую-то фигню, по-моему. Так, а какие у меня тут деревни? Кто со мной хочет усиленно торговать прямо вот в ближайшие 30 лет? Ниди. Ниди хорошие. Ну я всех нашел, честно. Тут надо ставить город и ассимилировать ниди. Я же рассказал. Зеленый, розовый и красный практически соседи. А я сосед красного. А голубой сосед меня. А ты кто? А, отлично. То есть у вас даже четверной такой союз. А тут торговать можно со всеми. Да, только чтобы торговать, нужно дом дипломатов открыть. Только забытый не будет. Не, дом дипломатов. Разве нужен? А, да. Да, нужно мешать. Мне кажется, ему и без торговли с другими будет хорошо. Я просто буду заселять все, что шевелится. А вот и Леша. Что-то мы тут прям совсем близко. Ну я же говорю, у вас там своя тусовка. Блин, что-то тут реально всяких аномалий не мере. Ну вот уже мой район. Вот тут надо ставить город. Сверху надо ставить город. Ну ты видишь, кто там не говорил, что у меня это еды до хрена. Вот посмотрите сейчас сколько у меня еды. Гораздо меньше. Меньше стало, да. Ну сейчас амбар придет. Тут неплохие места. Ну вообще надо вот тут ставить. Да, бар надо, да? Для 2. А, это амбара? Не, я еще амбар не ставил. Я через канализацию. Ого, через канализацию? Да. Так аж меньше дает. Ну она дает 20% счастья. На все. Ну то есть все по-прежнему. 15% по всему ты получаешь. Кроме престижа. Ну фиг знает, конечно. Хотя ну да, тоже прикольно. Территория с шрифой. А это? Ну тут, ну ты смотри, с этим у тебя есть. Выдаем, вот у меня ореха. То есть иногда бывает смысла нет. Нет, да толку. 15%? Так это малого. Нет, не мало. А что дает амбар? Что я ничего не нахожу? Здесь жертвы и те же 10-15. И те же 15%. Ну а как ты получишь к еде там 2-3 пищи? А зачем тебе поначалу к еде? А ну хотя ко всему. Тебе поначалу не нужно. Тебе нужно же производство вначале увеличивать, а не жрату. Я отжираюсь обычно. Ну а нет. Ты, мастер, ты вообще слушаешь человека, который не запускал игру полгодок, по его словам, не знает, что тут нового. И он тебя втирает про то, как тебе играть. Прям тебя собак же делает. Играться-то не изменилось настолько сильно, как бы стратегии-то те же остались. Я нашел оранжевого. Кто оранжевый? Ну ты можешь посмотреть. Наведи на... Наведи на... Там, где конец входа, да? Да, это Паша. Ох ты, да-да-да. Ха-а-а. Какие звуки. Да, тебе страшно уже, Леша? Очень-очень. Просто практически чувствуешь, что поражение, да? Да. И когда именно от тебя, который со мной не ограничит. Изумрудов не будет, надо что-нибудь обменять. А Павлона принял. Да, стройцы, давненько ты не играл. На пятом ходу? Изумруды? Потому что ты дракенами что-то играешь? А, ты дракенами? Я был, все, я понял. Я же гресить всех хотел. Так, вот тут неплохое место. Вот сюда, если поставить. Да. Места для Моргаров есть, в принципе. То есть, вот этот Тул Драй и Кентамис надо занимать как можно быстрее. Тул Драй и Кентамис. Тесчатый зло. Подождите, подождите. Я сейчас, извините. Я быстро. Мы будем тебя ждать. Спасибо. Да. Да, кстати, с тратическим ресурсом что-то вообще... Я нашел, но регион просто для меня отвратителен. Ты поведитель праха вроде, да? Да. Кстати, Мастер, ты взял там стратегические нормы или все такое? У меня все на норме стоит. Окей. Просто... Так, что они тут хотят? Я вижу регионы где-то из 10 клеток, отлично. Найдите, захватите крепость мануфактурии. Ну, я видел их из одной клетки. Аварелия. Ну, не регион, это кусочек региона был. Видимо, вот тут. Ну, он на том, как Ленинград был. Теремец цех готов. И жители слегка увеличились. Блин, мне повязалось это. Я не знаю, что делать. В общем, вас не смущай, что у нас каждый ход написан на рассинхрон, да? Нет. Ну, норм. А она мешает как-то? Ну, я могу запуститься. Типа, это значит, проблемы есть определенные. Не, ну ладно, если считаете, что норм. Все хорошо. На следующем ходу могу сделать. 50 единиц спрашиваю. Спасибо, походу, давайте сделаем. Прям сейчас готов отдать. А, смысл? Да не надо, это лишняя загрузка. Пока никто не начнет. Да-да-да-да, пока все отлично, значит. 5 единиц стекла стали в другую деревню. Блин, вот стеклоскаль у меня тут проблемка. Надо найти стеклоскаль где-нибудь. Да, это понятно, это понятно. А, вот что. А где он? А, здесь есть. Дерзко. Давайте спросим у этих. Пока мы ждем, можете, пожалуйста, рассказать, как делать эти районы второго уровня? Потому что я недавно играю и... Четыре района первого уровня строишь вокруг района. Другого первого уровня и он стоит со второго уровня. Обычно застраивают районы или такими треугольниками, на карте тогда больше района четвертого уровня, или второго уровня, или такой вытянутой кишкой, знаешь, по две клетки и длинную такую. Получается, каждый район первого уровня дает не счастье, но каждый район второго уровня дает счастье, но получится минус 10 и плюс 15. То есть, ровно второго уровня в итоге приведет эту страну к счастью. Можно сделать официальное объявление? Давай. Я люблю эту игру, честно. Это просто вот... Я не понимаю, она настолько шикарна, вот я... Как я в нее играл, и мне хочется еще и еще. Я тоже люблю эту игру. Ну, Демоникс. Что, Демоникс пошел в войну? Ну, и встретились с ним. Че-че-че-че там, че там происходит? Видимо, Леша отключился. О, у меня баг прикольный получился. Сейчас покажу и скажу. Я взял квест привести двух незрячих в деревню. Ну, я обыскал руину, появились два незрячих на воде. Но у меня нет технологии для погрузки на воду. И поэтому я не могу ими ходить. А, это же не щекотелем. Ну, я че-то, короче, технологии не отменяются, не добавляются. Да, все хорошо. Ну, все хорошо, да? Десять краски, блин. Прямо какая-то сталь нужна. Жуткая задержка. Так, ладно, что я тут достраиваю? Просеивание праха. А, один не походил. Давайте еще праховый рудокоп и после этого колониста. Ну, как раз до четырех вырастет. Кстати, вообще, Леша, что тут? Нет. Окей. Тогда все хорошо. А че там происходит вообще? Может, ловить с каким-то? Ну, пока что... Ну, Димоникс, я хочу в этом втулдрай вот тут город этом поставить, где у тебя герои ходят. Я надеюсь, ты не против? Вроде ты с ним не граничишь. Димоникс. Я говорю, там как раз будет буферная зона. Так что можешь ставить. Все нормально. Окей. А между моей столицей и этим регионом еще один регион маленький. Ну, я вижу. Нет, так я уже расследовал. Ты же понимаешь, что мне нужно на побережье ставить. Мне вглубь... Вглубь нафиг надо. Поэтому я тут и... Собираюсь. У меня вопрос. У меня вопрос. Значит, посетите три деревни фракции кентавров. Кто-нибудь хоть один раз выполнял этот пресс? Или это невозможно? Не выполнял, но думаю, возможно. Посетите у юнитов кентавров три деревни. Так сложно. Ладно, попробуй. Может, и выйдет. Почему бы и нет? Так, тут что? Не могу знать, что нет. Прямо... Не, не, надо с другой стороны мне бы... Три дополнительных завода. Ну, ужасный регион. Все, что уже от меня, это ничего. У тебя просто коробка плохая. Да, да. А ты за кого играешь? Я играю за... Владык Праха. Ну так у тебя Праха... Нет, ну почему? У него натюрная позиция довольно-таки неплохая. Нет, она неплохая, но нет стратегических ресурсов вообще. Ни в моем регионе. Ни в ближайшем регионе. Вот я в соседнем нашел Титан, да. Это хорошо. Но регион просто ужасен. И строить город чисто ради него, это, по-моему, не очень. У тебя есть регион справа, сверху с вином. Что ты выделаешь с этим, чувак? Да? Сейчас посмотрим. Он туда не ходит. Хорошо. Я его даже не заметил, это вино. Спасибо. Теперь я буду знать. Что не сделаешь ради дорогого друга? Так, ну я, короче, буду всех бесить и говорить статистику. Да мы уже поняли. Это хорошо. Какой нехороший драйон. Ага. У Фриза пять населения, как у Эвес Салома. А ты видишь мою столицу? У тебя четыре. Видишь? Да, да, вижу. Ну, то есть первый раз... А, подожди, ты кто? Красный. Красный. Ну, я вижу... Ну, город я вижу полностью. Да? Да. Абель, да. То есть, да, я там аномалии вижу, так что вот. Ну, это же драйки, ну, он все видит. Нет, ну, я просто как-то сместился. Я понимаю. В этом ходу можно уже под сотню иметь, чувак, честно. Ээээ... Ну, может, там под восемьдесят. Да? Это как это? Молча. В основном молча. Но можно, как и я, не молча. Оу, детки. Так, я какой-то усмирил регион и не знаю, как ходить. А, все равно один ход кого не состроится. Центр минералогии. Центр минералогии. Центр минералогии. Какой? С горнами, понимаешь? Мне вот интересно. Красный, сколько у тебя квестов? Что, сколько у меня квестов? Да. Так, я почему-то вопрос, почему у тебя квестов, 14. А, у меня их 4. Плюс 10%. Наверное, надо обе построить. Сначала давайте вот эту. Потом колонисты еще одного. И опять геомическую лабораторию. Вот так. Пещерники. А, видите, тут... Мастер, как думаешь? Водоросли. Вот мой этот, герой плюс 3 ополченца справится с двумя пещерниками? Да. Так, что я хотел. А, ладно, буду бить. А, ты на автомате хотел, в смысле? Ну, блин, на автомате я не знаю. А, нет, не на автомате. Не, стеклостоп. Хотя, что, ну, как... Нет, попробую. Попробую. И без героя-то справились бы даже. Во, 5 единиц. Отлично, сейчас я усмирю. Вот сюда надо дойти. Я смогу сразу тут город ставить. Зашибись. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2 ГИС. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже оффлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2 ГИС, если быть точным. Для этого открою юнитов своих пожирателей. Вообще, конечно, не особо. Так, получается, у меня соседи Леша, мастер. Ну, я не знаю. Я только тебя вообще вижу. Ты пропадаешь. Угу. Окончание прям. Не знаю, мне кажется. Я просто по кнопке у меня. Такое ощущение, так как у меня это... Клавиатура. Радио-клавиатура. Так, мне кажется, может где-то контакта нету. Явно не проходит. Я говорю, что я только тебя вижу, по-моему. Вот справа от тебя через регион будет зелененький. А вот сверху от тебя никого нету? Сверху от меня. Ну, сверху и справа этот мастер. Нет, вот прямо сверху. Вот регион, который тоже со мной граничит, но сверху от тебя. Который справа от меня, но сверху от тебя. Никого там нету? Нет, никого нету. Что-нибудь такое... Почему-то отображается, как будто у него синие границы. Не-не-не. А на каждый ход так будет? Неизвестно. Можно отсинхронизировать? Да, я приду... Ну, я бы тоже синихронизировал. Да, я предлагаю синхронизацию сделать. Давай, сейчас подожди, ход закончится. Ну, не, ну, конечно, да. Сейчас он обсчитает его, и я ее сразу запущу в начале хода. Нет, там что-то можно делать. Но я так думаю, что просто все будут аэропорты ставить внутри, как бы, своей империи, понимаешь? Как бы, за городом. Здесь аэропорты появились? Жесть. Не, не здесь, в Циве. Ага. Золо, прикольно. Я бы на это посмотрел бы. Хотя вот кораблики же появились. Да, здесь можно драконов каких-нибудь вместо самолета. Ну, и тем более, хранители и мизерии, они, у них, по идее, должны быть какие-то самолеты. Тико-сталь. Нашел, наконец-то. Ужас. Регионы большие, регионов много. Но в регионах практически ничего не имеется. Да-да-да-да-да. У меня нормально с регионами. Так-так-так. Блин. Ой, е-мое. Если я не успею, то очень больно пахать. Ты где-то снизу, да, Алай? Пойдем-ка мы лучше этими гениями рассматривать. Алай и не снизу, а слева от мастера зеленого. Сверху, слева от тебя, Дмитрий. Сверху, слева от меня. Сверху, слева от меня, Леша. А, блин, я что-то забыл. Он уже на новой фракции играет. Я оранжевый. Он был Алай. Да, мы поняли. Они еще розовые, как-то так с темой у нас было. Ты краса. Слушай, вот это производство у человека. Вот это я понимаю. 53 производства. А это у кого? Да, есть. Это у Леши. Ладно, это все. Какой ты нехороший про меня, так как все рассказываешь совсем. А я его боюсь, он меня может забанить в группе. Так, круг подозреваемых снизился. В Дискорде уже один раз забанили, скажи, да? Да. Этот раз вот хорошо, быстро. Интересно, за что стратега в Дискорде забанили. Что-то там. И кто. Да. Значит, была причина, наверное. А ты что-нибудь писал в Дискорде? Может, ты какую-нибудь фигню писал, Кентич? Ссылки кидал. Да, блин, я бы туда не захотел почти. Кто-то это забанили. Может, я зашрал какую-нибудь фигню, сказал, и тебя забанили. Да, блин. Фигню это не страшно. А ты не использовал этот канал вообще ни в каких целях. О, кто-то весь влагает. Отлично. Усмирили так. Где мне лучше поставить? Прямо рядом? Еще что-то или сюда? Я бы, наверное, все-таки рядом поставил. Да. Тут есть возможность еще районы ставить, чтобы увеличивалось. Что происходит? Второй рост не ушел. Какой-то просто чикер. Какого-то науки надо. Так, надо ассимилировать нидии. Очень у кого-то много науки. Ну ладно. Сколько? 15 стоит, да? Так, и здесь лети, потом просеивание. Ну что за нахрен? Вообще все весь. Это у кого? У меня. Так, может, стрим вырубишь? Конечно. Кто-то смотрит? Нет, думаю, нет. Ха-ха-ха. Зачем так? Скинет. Сюда что ли? Тут хороший район, в принципе. Видите, сколько я тут. Да нет, сюда, нахрен. Всякой науки может быть. Вообще надо по морю поплавать. Пойдем-ка мы плавать. Так. Так. Что за квадр? Я сейчас. 50 единиц браха? Ну окей. А второе что? Подождать 3 хода? Не вопрос. Почему нырок невозможен? Типа это, так как это не морской юнит, то он нырять не может, да? Ясно. О, можно уже ассимилировать. Круто. Ход закончился? Нет. Нет. Что? Что? 60 производств. 60 производств, чуваки. Так у кого? Не скажу. А вы говорили, моргар и хреновая нация. А что такое завод? Стоп, подождите. Ай-яй-яй-яй. А нет, нету дебафов. А, пока еще не нашли, да? Это недоступно. Ага. А что это? Таких не было в прошлый раз. Что происходит? А это другие заводы совсем. Это не те, которые... А ты посмотри, какие там бафы у второго завода. В два раза больше от стратегических ресурсов. Главное, что у него нет дебафов вообще на всех. В отличие от тех. Ну. Кто это? Кто это? Кто такой подлец? Алай? Алай, я как-то не могу. Это же минус. Может, объясните, что вообще происходит с этими заводами? Что это? Ну, это они на клетках воды появляются. Да-да-да. По мне, так это чем-то похоже на захват культистом крепостей. Ну, в смысле этих. Деревень. Примерно та же фигня, по-моему. А, захватывать может каждый? А где этот завод находится? Где там море? Где там море? В океанах. Плавать и искать. А, я даже знаю рядом с кем. Искать. Ну, зачем тогда, давай? Да, что у меня с технологиями грустно. 40 прах. Я, кстати, могу взять под контроль вот эту армию, например. А чё там взяли? Будет стоить 7 престижа. Золото, что ли? А, золото. Да, золото. Давай, 150 золота. 130. 130. Ты, кстати, квест не брал с этой фигней. Плохо. Плохо. Так, тут что? Давай, ты там Алтарь Ориги случайно не построил ещё? Следующий ход. Твою мать, у меня тоже следующий ход. Как раз вместе с зимой. Ладно. В смысле, а кто построит? Я или ты, мне вон не интересно? Алтарь Ориги, это... Каждый строится. Что, если Алтарь Ориги, это ж не чудо, да? А, Алтарь, я понял всё, извините. Я не о том подумал. Это национальное чудо. Я понял, всё. Извините. Азима, прекрасно. Не-не-не-не-не. Музей Ориги, видимо, ты строишь, да? Ну, строил. Не. Он уотернис на нас. Я понял. А. Охренение. И музей тоже. Я в шутке. А нельзя было? Я просто в шутке. Я понял. Амбар, литейный цех. Как предел. Так, а стоит мне сейчас просеивание праха строить? Он же во время лета даёт, да? Так что давайте монетный двор лучше. Так. Зимать хоть недолго. Это хорошо. Монетный двор. И ту же фигню в столице. А сколько она четыре хода, Максон? А какой сейчас отчет? Ну, вообще, надо в колдрай ставить. Но, знаете, вот проблема в том, что вот это учёсы. Не надо. Не надо. Я с утюсов не могу построить тогда порт. Мне надо вообще где-то вот... Хотя, с другой стороны, я вот тут могу ставить. Потом будут районы сюда, сюда. И вот тут порт можно будет сделать. Или всё-таки идти вообще сюда, вот прямо тут ставить? А где можно посмотреть количество жемчуги? Которое тебе? Справа внизу, там где кнопочка закончить ход. Чуть выше там. Нет, этот лучше всё. Что там ещё раз можно за него? Ты каждую новую зиму можешь новые эти штуки покупать. Видишь, что мы в следующей зимуе можешь за жемчуг изменять. Я хочу болтать, что люди как... Накопление же. Чё, надо пока сюда плыть. А я ещё с тем-то обновлением ничего не понял. А тебе тут ещё второе? Ну, спрашиваем, мы объясним. На этом не в Tool Drive, а на этом всё-таки острое. Мне тут больше нравится. Так, пожиратели открываем. Так, когда эта крепость встанет? Ещё один ход, видимо. Получу технологию абордажное судно. Круто. Три юнита малых фракций. То есть, у меня до сюда вернутся, например, с тремя артурами, предположим. А что нужно, чтобы завод как-то взаимодействовать с заводом? То есть, я бы вот его видел, что-то наприкинул. Не, он как деревня малых фракций. Его нужно захватить. Нет, либо захватить, либо квест выполнить. Ага, понял. Квест тоже можно, да? Да, да. Ясно. Ну, только если ты открыл этот... Площадь языков мира, или как эта хрень называется? Ну, это понятно, да. Время, вообще нету ресурсов пока никаких. Особенно меня смущает, что у меня на счастье ничего нету. И вот в этих областях, ну, пока нету. Надо опять синхронизацию сделать, долго обсчитываться. Ну, 8 человек, что-то больше, блядь. Ну, и 2 рассинхрона. Вот, захватил крепость. То есть, эта крепость мне опять начала давать... О, видите, и океан как бы сразу мой стал. Крепость, видите, мне дает... Во. Пряности будет мне сейчас давать. Отлично. Плюс еще одну монетку. Что такое монопокстош? Что такое монопокстош? Я вышел в эпоху славы. Могу... Взять под свой контроль. Сейчас, сколько мне, 6 ходов. Пойди. Ага. Можете объяснить, что такое монопокстош? Скажи, где ты это увидел? Может, сможет. Ммм, как бы, как ты увидишь, если я тебе это скажу? Ну, ты что-то это слово взял? Я думал, он крепость увидел, она называется Мануфакторий. Возможно. Ну да, это крепость, получается. По крайней мере, похожая на них. Народ, алтарь у Риги когда целесообразно построится? Ну, вот, алтарь у Риги, ну, желательно, если есть возможность, строить. Будет много содержания, ну, давайте возьмем, знаете. Я целесообразно его когда построю, при каких условиях. То есть, его строят чисто вот для настроения, вот этой вот все фигни, которую он дает? Нет, он по красу, ну, вот там, где у тебя справа внизу, конец входа, чуть выше алтарь, нажми на меня. А, типа для разблокировки вот этих функций? Да, да, да. Когда ты его построишь, ты будешь видеть, какие дебафы выпадут следующей зимой, сможешь их изменять. Можешь покупать за жемчуг технологии, вот здесь вот в куршечке. И строить. Да, блин, что я ничего не нахожу постоянно в руине? Ну, видимо, потому что не героем ищу, но все равно как-то. Через сколько зима кончится? Через два хода. У кого-то 71 производство. У кого же. Сиение ведомо на гном. У Леши. Нормально. Ну, это сейчас он по кому-то пойдет-то сейчас выносить. И она красного. Зачем мне его выносить? У меня тут есть куда селиться. А зачем у тебя такое производство большое? Потому что это особенность этой нации. Я не знаю, почему вы говорите, что она слабая. У меня плюс два производства от каждой клетки моря. И еще плюс одно производство от клеток с рекой. Неплохо. Еще от водоемов же тоже, по-моему, удается. Ну, от водоемов плюс два, я же говорю. Ну, водоемы плюс два, то есть море, там, океаны. И плюс одна речка. Ну, и плюс наука сверху еще. Ставлю на берегу, ставлю районы. Да, еще плюс наука. И нормально. Тут главное, чтобы было где ставить. Они очень слабые по армии. Ну, юниты хреновые, да, я согласен. Почему их слабыми? Потому что в мультиплеере игроки, которые уже знают, с фракцией знакомы, они будут стараться в начале игры ее выносить. Из-за нее очень трудно. Да, но... У них есть способность взять под контроль нейтральную армию. Да, но ты в большие минусы позвонок уйдешь. Ну, как в большие? Во-первых, у них сразу открыта теха с возможностью денег. Построить здание на деньги. Вот. Да, да. Потом открываешь еще этот фраковый завод. Потом ты в любой момент можешь от этой армии избавиться. Ну, то есть, отменить контроль разума. Мой, я еще какую-то крепость захватил. Или мне показалось? Да, мой, еще крепость захватил. Отлично. И мне золото есть. Теперь можно запустить хоть что-то. Так, что эта крепость не дает титан и ресурс роскоши. Круто. Так, давайте тут амбар, пожалуй. И вот эту хрень. А весалом кем играет? В ладыке прахом. А, понял. А что такое? Население, смотрю, нехиленькое такое. Нормально. Катя, мне еще одну крепость взять под контроль. Я еще один квест выполню. Где тут? Поддержите, пожалуйста, 40 единиц прогресса в одном из города. Кто построил чудо-то? Алая. Вот, захватите три крепости. Не ауай. Не ауай. А, ну, не ауай. Хотя бы двух пожирателей надо создать. Айти, нельзя объединять армии. Да. Плохо. О, мастер, это ты тут ходишь. Давай ты дальше не пойдешь. Я не пойду дальше. Я, ну, я вверх и буду просто через эту штуку, через кусочек региона. Так, и тут растет. В общем, мне надо три арпухи, а там есть квест на три. Этих и еще пожирателей мне нужны. А может тут пожирателей построить? Так, буду крепости захватывать. Круто я придумал, круто. Так, давайте пособираем жемчуг пока. Потом сможем алтарь ауриги создать. О, у меня самый низкий прогресс. Кроме как в забытых, разумеется. Ну, тут же, как забыто мне повезло. Да. Круто. Я не научный человек. Ты это мне говоришь, да? Ну, а хоть не мое. Значит, будешь воевать. Да? Я сейчас просто вот ближайшего, ну, или как-то вот прям какого-то соседа по фиолетовому цвету. Соседа фиолетового цвета, да? Да. Я просто использую эту армию, чтобы захватить эту деревню. А скажи, в какой-то стороне от меня люди находятся? Они в разных сторонах. Я бы сказал, в четырех сторонах. Даже просто автоматически. Например, плыть по морю от тебя вправо, то ты плыешь кое-каку с другой стороны океана. Затем, если ты можешь покрутиться некоторое рандомное количество раз и пойдешь, например, на юг и запад до восток, то встретишь тоже вот, например, красного. Так, через три хода надо будет применять новый план. Так, нападаем. Атака. Настроение от семидесяти автоматически хорошее. Твойство улучшения всего на полюс по 15 или по 80 процентов. Обалденно. Никогда не помню. Ничего не произошло. Надо буду стоять здесь. Сейчас подведу следующим ходом еще арпуху. Так, публичная библиотека. Три хода растет. А так два хода. Здесь 4, 1, 2, а вот так. 2, 1, 3. Так, надо повырастать побольше. Сколько здесь жемчужин? Теперь я не хочу. И отмывай. Кстати, может мне тогда героя к этим карпухам посадить? Брать нехорошо. Ну хорошо, одна. Уже теплее. Значит, я остальные просто не вижу. Так что забирай, потому что я к Севаму не знаю где. Все, я не могу уже атаковать. Следующим ходом... Я с удовольствием, да неким. Ага. Ясненько. Сейчас еще квест этой... Выясним, какой квест у этой крепости. Да, у меня с регионами тоже, в общем, не Актика. Четырех из... Контролируя любые морские юниты, завершите ход на погодных клетках четырех из пяти типов. Хороший квест. Ну, молния даст... Урон. Туман меньше обзорность. Водоросли минус тридцать процентов оборона, и стоимость движения повышается. На следующий ход, как бы. Так. Берут и грабят, так. Арпуха. Так, подисти. Построено. Мастер, ты Салатову находил? Нет еще. Ну, направо иди. Направо и чуть-чуть вниз. Познакомишься. Большое спасибо. Да, мы тут все соседи, так что привыкай. Леш, ты же вроде Тулдрай хотел колонизировать. Ну, колонизирую, блин. У меня счастья нет, а что мне сделать? Не подгоняй меня. Хе-хе-хе. Так, можно еще одеть защиту. У нас тут есть... Слегка. Так, сделаем. Семь-три науки. Семь-три науки стать технологией. Я-то здорово. Так, сейчас я этими сейчас покажу. И там в битву пойду. Не автоматическую. Так, ну я тут сейчас долго буду драться, так что можете сходить пописать, там покакать, кому надо. А если не секрет с кем? Ну, у меня деревня в этом. В моем регионе. Я просто... Вы прикиньте, предыдущим ходом я хотел автоматически это сделать. Сделал автоматически. И закончилось тем, что ни я, ни они не получили вообще никакого урона. И ничего не произошло. Нормально? Ладно, тогда я в кабаках. Так, наступательная вручную. Очень интересно, в чем проблема? Я только что автоматически разыграл. Ничего такого не было. Ну, может какие-то особенности тут у этих юнитов? Просто я взял под контроль юниты как раз из этой деревни. И ими же нападаю на эту деревню. А-а-а. Драйдерами. А основные, то есть личные именно войска, да? Могут только по воде, да? Нет, почему? Могут и так ходить. Да, а то нам просто рассказывали. Нет, там есть юниты, которые только по воде могут. Но это не все три юнита. Кроме того, они могут по речкам еще двигаться. Так, на минуточку. Да, смотрите, как-то слабо вообще бьет. КОНЕЦ. КОНЕЦ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ой, наваляли. Да, наваляли. Прям какая жалость. Пида-пида. Я смотрю, уже стратег тут у нас по продукции вперёд вырвался. Это видимость. Это просто видимость. Ах, мне туда ходить. Слышь. Ты не знаешь других игроков, что там у них происходит. Я Димоникс ещё знаю. А, слушай, мастер, мы же вроде встретились, а почему я тебя как бы считаю... Мы не встречались. Ну как, я видел твой юнит. Странно, но мы не встретились. Зато один человек у нас вырывается по пище очень сильно. 71 пища. Ты про меня, да? Всё про меня. Ну если ты лидер, ты просто... Следующим ходом стратег вперёд вырывается, и я опять... Видимость, видимость. Я не могу не рассказать всем, что, в общем, ты просто рвёшь статистику. Невероятно. Слушайте, а заусмерение деревни, чё там дают, что нет? Нет, лучше так оставлю. А, победник с армией. А, может, видимость на юне... Нет, я так пока оставлю. Ага, да. Ага. Это я хорошо же этот алмазики заюзал. Мастер, поставь второй город. Прикайтесь. Уже восемь дней усмирил, ничоси. Да. Оперс. Это практически случайно вышло. Да, блин. Он у меня будет по морю плавать. Я его перекину потом вот на этих водных пожирателей. Сейчас просто разведу и всё. наваливать мне будет. К сожалению, мирный договор я, наверное, не смогу писать. Да тут осталось два. ошибки. Так, ну что, надо ставить крепость. Что я уже второй бой одними теми. Сейчас, видимо, зелёный, здесь зелёный, это... Зелёный, это... Зелёный, это... Теперь мы соседи. Да. Там мастер чуть ниже, можно было пройти, поставить город сразу на трёх аномаликах. Ну, я не за аномалиями гонюсь к его городострою. Так, давайте-ка вот этих мы возьмём под контроль, а то они могут мою... Зостою роду. Да? Да. Мою крепость. Право, вот уже просто сейчас же количество трат. Около двух. То есть, минус два. Не, стратегически невыгодно там город размещать. Так, теперь надо тут деревеньки. Три деревни всё-таки, неплохая, неплохой район. Надо их под себя как-то переманить. Ну вот, видите, у меня одну крепость какую-то забрали сейчас. Блин, я забыл, каких героев стоит брать? Хороших героев надо брать. Ну, с этим не поспоришь. Так, отбил обратно. Два хода. Вот мне надо двух пожирателей создать и идти всех там мочить. Алхимическая лаборатория, центр животноводства. Так, что у нас тут со счастьем пока ничего. Не, ну, действительно, как-то ощущается, что с регионом не очень сильно недостаточно. Даже нормальных регионов. Все какие-то непонятно. У меня на три региона один источник стекла ставит. Бокры. Я смотрю, у меня есть регион хороший, но внутри его очень большое, так сказать, вытянутое в разные стороны озеро. И вот, что с этим регионом делать, мне... Вот этот регион мне бы очень подошел. Да, но вот так прикинь, вот по центру где-то восемь клеток озера. И плюс еще река там. Так, 4, 4, 5, 3. Могу сказать, куда идти. Давайте лучше сюда. Слушайте, а праг, а куда ты дальше будешь селиться? Так, что... на... ниже себя, короче. Ребята. Там просто есть артефакт из храма по ту сторону моря, пересеките море и обещайте храмы. Мне бы не пригодился без стеклосталь, конечно, но она слишком плотная. Это хреново. Владимир. Если что, у меня есть некоторое количество стеклосталь. Может, потом будем торговать? Может быть. Так, эти должны оставаться на разных клетках моря. А может быть, нет. Что у нас маг скажет, например, с кем он хочет торговать? Со всеми. Позиций. Сто праха. Круто. Так, где там были квесты? А, забытый. Так, две пожиратели. На кого он хочет повестить своего головного армия? Три юнита малой фракции. у меня. Еще скажи, что она у меня самая большая. Сейчас посмотрю. Пока ни на одной не осталось. А, да. Да, да, да. Да. Ты прямо подоживаешь. Ну, у тебя сам большая армия, это реально. Это же хорошо. Прямо мирный договор, видимо, открыть. И заключать мирные договора вот с красным, с зеленым. Тоже. нафигами с ними воевать? У меня тут чисто игра на развитие, мне надо эти крепости все захватывать. А, нет. Блин, производство города мне есть куда ставить. У одного человечка просто практически нормальная. На 22-м ходу меньше 100 производства это надо. Стратега, а ты со мной в производстве, да, борешься, да? С тобой? Зачем мне с тобой бороться, бороться с производством? Нет, я тебя хочу захватить через 5-5-2. Нет, ты на втором месте по производству, Леша. Даже танк. Плохо. Да? Блин, это исключительно можно покупать. нападает. опять, видите, нападает. Не знаю. Давайте. И убили. Отлично. но он почему-то все равно захватил. Так, вот первый пожиратель появился. Ну, подождем, когда два будет, поставим сюда лидера. Может, я уже могу поставить? А, уже могу. Отлично. Сами тогда арпухи будут быстрее летать. И арпух мы отправляем. какие-то плавцы. Где тут? видите, одну ячейку мы уже постояли. Круто. Вот. Вот сюда надо арпух отправить. Да, у меня все есть. Так, что эти ребята хотят? В следующем плане империи не давать никакого престижа Министерству военных дел. А Министерству экономики на уровне один или выше. Ну, хорошо. Что? А сейчас шпион. Мне нужно представить привидимость статистики. Что же ты видишь, лакет? так, тут мы пока постоим. а, а, еще раз, как часто герои обновляются на рынке? покажите свою гибкость раз в 10 ходов, по-моему, или раз в 8? Двух разных видов. В любой крепости вашей империи двух разных видов. 8, это значит, что это допустим, не получится, поэтому давайте мы возьмем эту херню под контроль. Попробуем атаковать. Но сначала дается триггера, а потом еще появляются, соответственно, обновляются не все им, раз в 8 ходов. Отлично. Так, кто-то строит промышленного купленного промышленного магната или комплекса? Комплекс магната. Может, давай. Магнат. так-то немногим будут ресурсы на скрисп скидывать. А в чё, а что за промышленный магнат? Это чудо-строеры. Второе, да. И даже два человека строят. Два? Да. А, да, точно. То есть у кого-то уже есть 15 титана и 15 стеклостали. Причём у двоих рассказывали, что проблемы с ресурсами, проблемы с ресурсами. Руинки никто не отменял. А, нет, он это мастер строит, а кто ещё? А, не, я у мастера не вижу. Ты чё? Разве не он? Может, он не столь. престижи получил. Круто. Два пожирателя. Красные, здравствуйте. Захватите указанную крепость в регионе Адели или Аварелия. Ага, вот эту крепость надо захватывать. Поплыли к ней. Так, значит, я уже постоял в водорослях. В тумане я не стоял и постоял ещё. Скажите, а где я угронда получил? А, вот тут всё-таки. А, вот тут у меня оставался винтик и его убил. Слушайте, я забыл, что во второй эпохе первое нужно брать? Что? мне больше нравится. Так. Значит, надо на туманчике остановиться. Отлично. А этим к крепости поплыли. Угу. Тут, видите, я дал ему всяких бонусов именно на на морские всякие. Так, ещё раз. Возвращайтесь в деревню, где нету и надо на героя что-нибудь одеть, раз уж на то пошло. Так, урон на юнит 9, 6, 18. опять мне дали задание на деревню. нравится. Так, теперь это на инициативу, что с защитой. 6, 18, 3. Давайте тоже на инициативу. А шлем уже из титана возьмём. увеличенный урон. Отлично. Всё, герои приодели. Нет, я тут останусь. Всё, конец хода. Так, крутенько. Всё пока очень неплохо. надеюсь, эти ребята не будут осаждать мою крепость. О, ещё один. ещё раз, что даёт, когда ты засылаешь шпиона к другому чуваку, и там что-то раскрытие других шпионов, или что вот за функция? Раскрыть других шпионов, это если он за тобой посыл в твой город шпионов, то используя эту функцию, ты можешь узнать это. Но как бы это то есть в смысле узнать, где они находят? Пойди не там. Я не пользовался пульсом. Или их убить. Может тут всё-таки на производство переключить пока? Да, теперь череп. Скорее просто обнаружить. Пожирателей я сделал. и захватывать надо вот эту крепость мне. Давайте тоже под контроль возьмем. у меня по квесту эту крепость надо захватить. Автоматически. Отлично. так, у меня ещё счастья не могу себе включить. Нет, пока ещё не насобирал. 20 палладия зато получил. И открыл левиафанов. три крепости сразу. Так, а этих нельзя объединить, они типа разная армия, да? Так, а по воде? Лёш, ты будешь по воде отторговать? Ну, буду. Насколько я помню, если я с Лёшей буду торговать, допустим, по воде, то и с соседями сухопутными Лёши, то тоже смогу торговать, так? Я без понятия. Чтобы торговать, обязательно двое должны изучать от одного. Так, тут алтарь аурин достраивается. Слушай, прах, а ты не хочешь? А, вообще нет. Чего не хочу? Ничего ты не хочешь. Я многое хочу. Да? Ну, как говорится, губозакатывательная машинка всегда на тебе. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение партии завтра. Спасибо, что засорили до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.